Здравствуйте, уважаемые участники конференции! Я хотел рассказать в своем выступлении о новой предлагаемой нами концепции развития электроэнергетической и теплооснабжающей инфраструктуры в Российской Федерации, основанной на когенерации распределенной энергетики. Значит, сначала несколько слов о нашем агентстве. Оно является координатором технологической платформы «Малая распределенная энергетика» и одновременно является разработчиком базовых документов в электроэнергетике, таких как генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года и государственная программа энергосбережения и энергоэффективности. Значит, несколько слов о двух этих направлениях нашей работы. Технологическая платформа, в рамках нее мы занимаемся всеми аспектами распределенной энергетики, малой распределенной энергетики в нашей стране. Это направление сравнительно новое. Платформа создана в соответствии с решением правительственной комиссии, решением Владимира Владимировича Путина. Сейчас к технологической платформе присоединилось 168 организаций и в рамках платформы мы занимаемся различными технологиями, которые здесь перечислены на слайде, проблемами их внедрения употребителей в компаниях большой энергетики, в новых компаниях энергоснабжающих, которые появляются на рынке, в том числе в теплоснабжении. То есть сфер применения малой распределенной энергетики и тема чрезвычайно перспективна. К сожалению, сейчас она развивается достаточно стихийно. Несколько слов по генеральной схеме, которая одобрена была правительством в 2010 году. Она предполагает ориентацию на вводы крупной генерации и предполагается ввести за период 20 лет 173 гигаватта генерирующих мощностей. Предполагается рост доли атомной энергетики и, к сожалению, мы сейчас видим уже и недостатки. Она носит достаточно такой инновационный характер и в сетевом развитии, и в технологическом развитии электроэнергетики. Но вместе с тем она, к сожалению, не продвигает нас в вопросах комбинированной выработки электроэнергии. Комбинированная выработка не предполагается к росту. Достаточно слабо растут возобновляемые источники энергии и остается на низком уровне распределенная энергетика. Поэтому сейчас мы готовимся к плановой раз в три года корректировке этой генеральной схемы. Значит, и вот несколько слов о подходе к этой корректировке и как предполагается дальше действовать. Первое, на что хотелось обратить внимание, на то, что электроэнергетика, российская электроэнергетика и теплоснабжение, коммунальное теплоснабжение вместе представляют из себя гигантскую по объему сферу российской экономики. И они занимают абсолютно доминирующее место в топливно-энергетическом балансе. Значит, на электроэнергетику приходится 50% потребления первичных энергоресурсов. Ну и доля электрической тепловой энергии в потреблении, в конечном потреблении, составляет около 40%. Значит, гигантские потери, около 20%, теряются при производстве электрической тепловой энергии. И несколько такая другая сторона вопроса – это роль этого сектора совместно, если на него посмотреть как на единый, в потенциале энергосбережения и энергоэффективности. Значит, это гораздо больше, чем половина всего потенциала энергосбережения и энергоэффективности в Российской Федерации. Ну, есть цифра, которую я не стал приводить на слайде – 420 миллионов тонн условного топлива. Это считается потенциал в целом по стране. Так вот, суммарный потенциал электроэнергетики и теплоснабжающего комплекса – 286,7 миллионов тонн условного топлива. Значит, поэтому мы фокусируемся на этом объекте как на едином объекте оптимизации. Значит, несколько слов, характеризующих российскую электроэнергетику. Это сверхцентрализованная электроэнергетика, энергетика крупных мощностей с достаточно неэффективным использованием мощностей. Преобладает 68% составляет тепловые станции, атомные и гидростанции, соответственно, тоже занимают значительную долю. Значит, теплоснабжение – оно тоже централизованное, но оно муниципальное. На федеральном уровне практически нет функции государственной политики по теплоснабжению, кроме установления предельных тариф на тепло. Значит, значимость тепла для нашей страны гигантская. Ни в одной и другой стране мира тепло не значит для экономики страны больше, чем в нашей стране. Значит, в энергетическом эквиваленте тепла в нашей стране производится в полтора раза больше, чем электроэнергия. А, соответственно, в совокупной платежке потребителей в 3-4 раза больше, чем платежка за электроэнергию. Значит, но, значит, здесь вот неэффективность еще более, что называется, плохая и показатели, ну, даже ужасающие, что ли. Значит, ну, вот посмотрите на использование мощности. В большой энергетике ТЭЦ используется в среднем на 31%, кюм котельных составляет 16%. Соответственно, за избытки тепловой мощности платит потребитель в тарифе за тепловую энергию. Ну, и традиционная структура тарифа за тепловую энергию в муниципальном образовании – это ТЭЦ, которые с достаточно низким тарифом. Это котельные, которые в два раза выше имеют тариф, ну, и средний тариф получает потребитель. Здесь пример по городу Саратову приведен. Значит, и обобщая сказанное, несмотря на вот такую принципиальную разницу, что ли, в истории развития, то есть энергетика большая, она федеральная, скорее, да, энергетика муниципальная, тепловая, она муниципальная, теплоснабжение, на удивление недостатки одни и те же, да, практически, мы перечислили здесь, то есть это нечувствительность к спросу потребителей, неэффективность, высокие потери электроэнергии, как в электрических сетях, так и в тепловых. И в итоге потребитель получает суммарно достаточно дорогую и низкокачественную и электрическую энергию, и тепловую. Значит, вот здесь, чтобы уже завершить тему о значимости этого сектора, приведена платежка домохозяйства за жилищно-коммунальные услуги. 72% в платежах составляют платежи за тепло и электрическую энергию. Значит, несколько слов о зарубежном опыте. В разных странах сейчас распределенная энергетика получает активнейшее развитие, и это тенденция, ну, скажем так, последних 10 лет. Значит, во многих странах уже приняты стратегические документы на эту тему, в частности, о распределенной генерации говорится в директиве Европейского Союза. В Соединенных Штатах, в Калифорнии принят план развития распределенной генерации. В австралийской программе по реформированию энергетики распределенной энергетике уделяется большое внимание. Параметры распределенной малораспределенной энергетики в Соединенных Штатах поражают своим объемом. 220 гигаватт малораспределенной энергетики – это фактически мощность, равная мощности всей нашей энергетической системы страны. Значит, ну и, пожалуй, стоит отметить Данию как такой очень положительный пример распределенной энергетики. 45% в энергобалансе составляют малые распределенные когенерационные источники. Ну и основой, конечно, является то, что появились в последнее время технологии, которые позволяют, кстати, быть малым энергоустановкам более эффективными. Значит, ну, несколько слов о той концепции, которую мы готовили. Значит, она как раз обосновывает необходимость оптимизации электро- и теплоэнергетического комплекса как единого энергокомплекса. И мы предлагаем новый структурно-инновационный сценарий развития электро- и теплоэнергетики, предусматривающий структурный маневр в сторону распределенной энергетики, рост вводов малой генерации и, соответственно, отказ от большого количества вводов крупных электростанций, максимально возможную реализацию потенциала по генерации возобновляемых источников, ну и стабилизацию и, возможно, даже снижение в абсолютном выражении тарифов цен на электрическую энергию и тепло. Значит, техническая политика, которая предлагается, это увеличение тепловой загрузки существующих ТЭЦ, естественно, их модернизация, если они старые, с максимальным развитием зоны когенерационного теплоснабжения, значит, и модернизация котельных в рамках утверждения реализации схемы муниципального теплоснабжения, причем в ориентации на газопоршневые и газотурбинные технологии в зоне централизованного газоснабжения, ориентация на циркулирующий кипящий слой, кипящий слой, там, и газификация угля в зонах твердого топлива, значит, и, конечно же, максимальное использование возобновляемых источников энергии, местных видов топлива и комбинации возобновляемых источников с традиционными топливными технологиями. Значит, структурные изменения, которые произойдут в результате реализации такого подхода, они, ну, практически позволяют говорить о создании иной энергетики, чем мы имеем сейчас. Значит, сегодня распределенная генерация в генеральной схеме предусмотрена 3,1 гигаватта. По оценкам, возможно, внедрение до 50 гигаватт, даже больше, значит, распределенной генерации с соответствующим отказом от 50 гигаватт вводов крупных станций. Наверное, в большой части это будут атомные станции, но и тепловые тоже. Значит, когенерационное производство увеличится до 70% в тепле и до 40% в электроэнергии. Тепло с сегодняшних 33 до 70, соответственно. Доля распределенной генерации с сегодняшних 1,5-2% увеличится до 30% и структура электроэнергетики сильно изменится. Это все предъявит абсолютно новые требования к топологии электрических и тепловых сетей и потребует значительного развития электрических сетей на муниципальном уровне. Ну и, конечно, вовлечет в энергетический баланс местные виды топлива, возобнажаемые источники энергии, но самое главное здесь это позволит привлечь, значит, огромное число малых и средних инвесторов, потребителей в развитие электроэнергетики. Значит, соответственно, положительные эффекты очень велики. 50 миллионов тонн мы оцениваем. Это экономия условного топлива, сократятся потери в электрических и тепловых сетях, увеличится, ну, вернее, повысится надежность энергоснабжения и в результате снижения тарифной нагрузки на потребителей, особенно в малых и средних городах, где преобладают котельные, повысится рост качества жизни. И, конечно, хочу подчеркнуть, что для глубинки, для российской, это имеет огромное значение. Значит, ну, здесь на слайде я привел примеры практического применения установок распределенной энергетики в когенерационном режиме, и эти примеры показывают реальные возможности сокращения тарифов на тепло и на электроэнергию. В ряде случаев это кратное сокращение, ну, например, там, совхоз Алексеевский, там, в Башкортостане тариф на электроэнергию сократился в 2,3 раза. То есть цифры, на самом деле, масштабные, и в среднем есть оценки, скажем, агентства энергетической информации США, что развитие распределенной энергетики позволяет до 30% получать сокращение тарифной нагрузки. Значит, в контексте вот темы нашей конференции я хотел бы высказать мысль о том, что для нашей страны принципиально важен курс на создание интеллектуальных систем электроснабжения и теплоснабжения вместе. Значит, и вообще, значит, приоритет и оценка встава на развитие распределенной энергетики, они просто требуют интеллектуализации энергетических систем, создания локальных энергосистем, интеллектуальных. Без этого внедрение локальной энергетики и места распределенной энергетики невозможно. Поэтому нужно думать не только об электроэнергию. Говорится пока, что имущество только об этом. На самом деле, если продолжать тему дальше, то требует оптимизации и координации развития электротепло- и газоснабжения на муниципальном уровне. Но, как минимум, сейчас нужно думать о создании интеллектуальных систем электро- и теплоснабжения на локальном муниципальном уровне. Завершая свое выступление, я хочу сказать несколько слов о том, что такой подход вроде такой все просто и достаточно очевидно. Но вместе с тем огромное число барьеров, причем барьеры, которые здесь перечислены, это и согласование с газоснабжающими организациями, и барьеры в технологическом присоединении к электрическим сетям, это и необходимость координации различных видов энергетической инфраструктуры. Они характерны для нашей страны и, собственно, они характерны и для западных стран. И, на самом деле, ситуация такая неоднозначная. Такой подход встречает достаточно большое сопротивление компаний традиционной энергетики, большой энергетики. Это нормально, наверное, как и все, что происходит в рамках замены технологического уклада. Поэтому мы рассчитываем, что эволюция российской электроэнергетики и теплоснабжения пойдет в вот такую сторону, о которой я сказал. Ну и, соответственно, грань между большой энергетикой и теплоснабжением размоется, и в будущем этой грани практически не будет. Значит, ну, собственно, на этом я хотел закончить свой доклад и готов ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Давайте поаплодируем докладчику. Пожалуйста, вопросы. Скажите, вот микрофон, пожалуйста. У вас не прозвучало, что энергия-то дешевле на крупных станциях, чем на мелких, верно, получаемая, как и везде? И только из-за посредников, что ли, она дороже становится. И вообще вот это все моделировалось, ведь сейчас мощность вычислительной техники такая, зоопарк-то этот существующий образовался из-за чего? Стихийно или из-за продуманной деятельности? И тогда кто продумывал эту деятельность? Значит, эффект масштаба никто не отменял. И, конечно, в полностью сопоставимых условиях крупные энергоустановки более эффективны, чем мелкие. Но подавляющее большинство тепловых электростанций, которые, ну, крупных, которые работают в России, и, так сказать, ну, очень затруднен, затруднена их работа в комбинированном режиме. И неэффективность объясняется тем, что большинство из них работает в кондиционных режимах, проектируется в таком режиме. Малые же установки, они должны ориентироваться и работать на комбинированный режим, и это дает, так сказать, им неоспоримое преимущество. А если вычесть затраты на транспортировку, на потери в сетях, то эти преимущества становятся еще более очевидными. Вы знаете, на уровне страны есть пока только оценки. Модели на примере отдельных регионов и расчеты тоже есть. Ну, в частности, есть модели расчета и практика внедрения в Белгороде, значит, в Белгородской области, и они подтверждают все эти оценки, значит, цифры сокращения потерь, там, условно, с 10 до 2-3% при замене способа электроснабжения с централизованного на децентрализованный, на локальный, поэтому здесь есть и то, и другое. И модельные расчеты тоже есть. Ну, я готов, чтобы Академик Макаров получил энергетику, не энергетику, а экономику всей страны, на Ломоносове, в МГУ моделирует, 150 миллионов у него субъектов там, это моделируется, это сейчас все просчитывается. Поэтому вот, поэтому вы встречаете сопротивление при внедрении, что у вас нет четких промоделированных, просчитанных результатов. А есть слова, вроде бы есть некие соображения, что да, если мы разместим на месте, мы уйдем от посредников, от преступной деятельности Чубайса, там, как говорится, по разбиению, и мы на месте уже на передачу не будем тратить. А чего не будем тратить? Энергия-то существенно дешевле на крупных станциях. Он IBM говорит, дайте нам возможности, мы на одном сервере весь мир обслуживаем, а мы персональных компьютеров понаделали. Вы посчитайте, сколько они все стоят. Конечно. Спасибо большое за ваш вопрос. Еще, извините, минуточку, сейчас я дам. Те, кто пришел позже, проходите, для вас остались самые элитные места в партере. Пожалуйста, вот мы ждем, не стесняйтесь. А то вы стоите, да, да. Вот есть несколько мест. Коллеги, пока идут вопросы, пожалуйста, пройдите. Да, будьте любезны, у вас вопрос. Значит, это будет не вопрос, а ответ на вопрос от вас. Моя фамилия Хузмиев, я вообще представляю Совет Рынка. Я живой в Владикавказе. Микрофон, пожалуйста. Моя фамилия Хузмиев, вообще профессор Хузмиев, я представляю Совет Рынка, но вообще я живу в Владикавказе. И у меня такой вопрос, Игорь. Как вы считаете, почему, например, в Северокавказском федеральном округе единственная станция сегодня построена, которая действует, 2 мегаватта, сколько-то пиллер машины там, вы, наверное, не знаете. И сейчас предпринимается все, что она не работала. Хотя планы такие везде есть. Вот как вы считаете, в чем причина того, что практически на местах это все... И у других примеров много, кстати, у меня проработка есть. Как вы считаете, почему на местах это блокируется? Я выскажу свою причину, свое понимание причин блокировки. Во-первых, блокируется на местах муниципальными органами, которые практически контролируют местные мупы, где исключительно котельные. И, по сути, эти установки, которые эффективны только в комбинированном режиме, их не пускают в систему теплоснабжения. А по электричеству они убыточны. И все. Все равно убыточны. Или же? Блокируют в каком? Я не скажу. А, не платежи. То есть, не платежи? Ну, не платежи в Северном Кавказе. 95% как говорят живет за счет бюджета и других. Любая модель может как медным тазом накрыться. Ну, я согласен, что не платежами тоже можно убить. Да, да, да. Ну, согласен, согласен. Спасибо большое, коллеги.